Во-первых, если говорить о классификации гормональных контрацептивных, есть несколько видов гормональных контрацепций. И если говорить, например, о классификации по количеству гормонов, то есть монофазные, двухфазные, трехфазные. Монофазные содержат одинаковый уровень, то есть однакое количество эстрогеновой части и прогастиновой части. Дальше двухфазные циклы содержат разные, значит, есть два вида, два разных уровня гормонов, и трехфазные содержат три, то есть идет смена гормона три раза. И в реальности выбор, как должен быть не женщиной, а врачом, и дело в том, что большинство врачей не имеет хороших знаний, вообще не разбирается в гормональной контрацепции. А как они назначают, они точно знают один-два препарата, которые, скажем, они там постоянно рекомендуют. И иногда здесь как бы замешан и коммерческий фактор, то есть получают вознаграждение от аптеки, например, как это в случае Мирены, который теперь на право налево всем рекомендуют врачи. И получается, что фактически выбор должен сделать врач с учетом чего, показаний, противопоказаний и общего состояния женщины и так дальше. То есть это не просто, что врач пришел, говорит, выберите сами. Нет, врач может только предложить по названиям определенным и объяснить, почему. И если такая вот идти к одному врачу, потом второму врачу, потом третьему врачу, это будет грубая ошибка, потому что, в принципе, каждый врач будет иметь свое собственное мнение, и в итоге женщина ничего толком не выберет. И на тему безопасности гормональных препаратов у меня есть целая большая статья. Вы должны понять, что гормональная контрацепция – это лекарственные препараты, это лекарственные препараты, это стероидные гормональные препараты, которые имеют свои плюсы и минусы и множество побочных эффектов. И до того, как начать прием гормональных препаратов, женщина должна понимать, насколько они ей нужны на самом деле, потому что есть случаи, когда женщины не ведут половую жизнь или там раз в месяц у них половой акт, и, значит, применение гормональной контрацепции в этом случае это будет в какой-то степени, ну, я считаю, неправильным. И так дальше. То есть вот эти вопросы, назначение лучших препаратов не существует. Лучших не существует. Значит, современная вот ситуация с гормональной, гормональной, вообще с контрацепцией, что эффективные методы контрацепции не являются самыми безопасными, а самые безопасные не являются эффективными. И поэтому, если женщина хочет эффективный метод контрацепции, то она должна понимать, что это не самый безопасный метод, потому что имеет множество побочных эффектов и может, то есть, все-таки я считаю, что врачи обязаны говорить правду о том, чем мы имеем дело и что такое гормональная контрацепция. Поскольку за продажей гормональной контрацепции стоит колоссальная выгода, мы доигрались до того, что на гормональную контрацепцию женщина начинает смотреть, как на глотание конфеток. То есть, это типа как, ну, подумаешь, пилюльки там. На самом деле, это серьезные препараты. Я не против гормональной контрацепции, но я считаю, что она не показана всем порядком женщинам. На эту тему еще раз повторю. Есть много информации в блоге, в разделе «Контрацепция». Зайдите и почитайте. И выбор должен делать врач на основании вашего общего состояния, показаний и противопоказаний. И, конечно же, на понимании, вот как действуют эти гормональные контрацептивы, как особенно вот эта прогестиновая часть, в каких случаях этот вид прогестина подойдет этой женщине, в каких случаях такая комбинация подойдет другой женщине. Это должен быть специалист своего дела, который подберет этот препарат, а не будет давать женщине угадывать, типа выбери сама. Это не лотерея. Значит, назначение лекарственного препарата, даже с контрацептивным действием, должно быть обосновано и сделано врачом.